Мои родители уже очень много лет разведены, они вместе не живут, но моя мама не поддерживала Референдум, и она всегда была проукраински настроена, она в городе Стаханове живет И в этом же городе проживает мой отец, который ходил на референдум, который ждет путинскую пенсию Когда он сказал, что он сходил на референдум, я сказал, что как только здесь будет похоже на Новороссию, которую вы тут пытаетесь сделать Я уеду, я не смогу жить с этими законами Ну я уехал, он остался Да, в Киеве я потому что здесь очень много друзей моих И однозначно нужно было знать, куда ты будешь уезжать, понадобить кощу Часть друзей уехала в Харьков, часть в Европетровск Я сначала думал, может быть, Чернигов или Ужгород, потому что там тоже есть много друзей у меня Но жена хотела Киев, потому что в Киеве были самые близкие друзья наши Сложно было найти квартиру, очень сложно Когда риэлторы узнавали, что прописка у нас луганская, нам сразу отказывали, извинялись На вопрос, почему с луганской пропиской мы не можем арендовать квартиру Нам не отвечали Да, жена приехала в июле в Киев Я до сентября работал на Азовском побережье И в сентябре стал искать работу И знакомые предложили подработать на стройке Я согласился, потому что выбирать не приходилось И где-то месяца полтора я работал на стройке В фейсбуке увидел информацию о том, что Крым СОС Вместе с Центром занятости свободных людей Организовывают курсы для переселенцев Бесплатные эти курсы Курсы назывались предпринимательство Меня это заинтересовало, так как я был предпринимателем Я настолько был впечатлен возможностью организовать себя и свое дело Что так точно поставил цель Открой мастерскую для изготовления мебели В Киеве И как-то вот все условия сошлись И один из знакомых говорит, что Узнав, что я мебельщик Говорит, что Слушай, я вот заканчиваю ремонт частной клиники Открываю семейную клинику И мне нужна будет мебель Я бы мог у тебя ее заказать Да, Юра, я бы с радостью взял этот заказ И сделал бы для тебя Так как очень нуждаюсь в заработке Стимулом являются дети, жена И это дает энергию Получается так, что Ты даже не задумываешься о том, что Тяжело тебе, сложно Но ты просто берешь и делаешь И у меня такой был интересный случай В конце августа Я на одну неделю Свозил жену и ребенка В Одессу К знакомым Жена беременная Так что получить витамин D И обратно в Киеве Уже в принципе без денег На вокзальной станции метро В толкотне у меня достали портмоне И заклопнулись двери А я еще слышу, что кто-то кричит Что вы делаете? Что вы делаете? Я думаю, что женщина переживает, что толкают беременную И позже я только понял, к чему она кричала Что вы делаете? Когда только захлопнулась дверь Мне мужчина говорит У тебя украли кошелек На следующей станции университетская Мы выходим с женой С дочкой Пятилетней Я оставляю их с чемоданами Говорю, ждите Я не знал, что я буду делать Я просто интуитивно Быстро вернулся На станцию Вокзальную Я вижу, что стоит парень В голубой футболке В бейсболке У него небольшой рюкзачок за плечом Я подхожу к нему и рассказываю свою историю О том, что только что меня ограбили И я подозреваю, что это ты Я, конечно, извиняюсь Но можешь показать мне свой телефон Что у тебя в карманах, что в рюкзаке Пошли в милицию Сделаем просто заявление И я тебя отпущу Вот мне нужно успокоиться Он говорит, пошли И вот мы едем по эскалатору Поднимаемся наверх И я рассказываю Я был весь вовлечен в трубку Чтобы не задавили мою жену беременную И упустил момент того, что кто-то может меня ограбить И здесь этот человек протягивает мне Купюры, денег Я говорю, это что? Он говорит, это твои деньги Я тебе их возвращаю Я не знал, что у тебя жена беременная Прости Тебе взял грех на душу Если бы знал, я бы никогда не И я понимаю, что он осознается Хотя, к чему ему осознаваться? Я к чему? Вот эта история Если бы я ехал дальше И думал, что я пропал Что меня ограбили Что мне делать? Чем дальше бы я уезжал От места происшествия Я не знал, что делать Я просто начал делать Я не был уверен, что я его найду Но я вернулся на место преступления Я не был уверен, что это этот человек Но интуитивно Вот так вот Для меня это было подтверждением Что всегда нужно действовать Потому что многие страдают Многие жалуются Но они сами ничего не делают Они готовы Если бы кто-то нашел Кто-то принес И вот это мешает людям Их комфорт остался В Луганске В Донецке Очень сложно покидать Зону комфорта Та пропаганда Которая ведется С стороны России Она настолько Зомбировала людей То же самое Они говорят про нас Что мы зомбированы Украинским СМИ И что мы зомбированы Америкой и Европой А правда только У России Вот Что Они никогда не смогут Изменить отношения По отношению Украинской национальности Не знаю По отношению Какой-то культуры украинской Это Настолько люди сошли с ума Что все Украинское Они там разрушают Я не вижу Возвращения Я вообще не вижу Возможности Развития Части Донбасса С этим правительством Которое там есть С этими людьми Которые поддерживают Нынешнее правительство ЛНР и ДНР Я не могу бы с ними Сотрудничать Контактировать Лишь потому что В соцсетях я вижу Что эти люди Ну немного Запутанные И заболевшие У них Вот такой диагноз Что они готовы Голыми руками Убивать За Жовто-блакитной Ленточки Это Просто Это какая-то фобия Такая Которая Не знаю Десятилетиями Может лечиться Большая часть людей Луганской Донецкой области Они не верили в то Что их решение Их действие Какое-то Повлияет На судьбу Страны На судьбу Ситуации Их жизни И в этом И в этом Проблема Что они Не думали Что Если Сказать Сейчас Если бы У вас была Возможность В то время Проявить И показать Что вы За Украину Что вы Не хотите Никакого ЛНР Новороссии Или России То они Сказали Да Мы бы пошли Мы бы тогда Показали Мы не знали Что Это бездействие Привидит к тому Потому что Запутанные люди Они действовали Они верили В пропаганду Они верили В бандеров Бандеровцев И фашистов И они действовали Они организовали Себе Референдум Сходили Мало людей Ходило Это говорят Что все Сходили Но на самом деле Все осознанные Не пошли Многие Проигнорировали Потому что Это вне закона Было действие Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова